Хей-хей, бандиты! С вами я, Астап Бендер, и сегодня я поиграю с Crazy Horse. Кстати, в нашей группе сегодня более 100 человек подписалось, поэтому это очень даже хорошее достижение. Ну ладно, давайте вернёмся в Warface. Сегодня я поиграю с Crazy Horse. Надо наконец-то о ней высказать мнение. Конечно, мой английский это оставляет желать лучшего. Пушка какая-то там Crazy Кобыла. Я не помню уже, как переводится Crazy, да и гуглить нет желания. Скажу вам честно, я с ней пару боёв уже отыграл. Да, были с ней весьма интересные моменты. Я не знаю, может сделаю отдельное видео. То, что вот лучшее на РМ с Crazy Horse. Там может минут 5-7 выйдет отдельного видео. Я не знаю, если как-нибудь на неделе буду так загружен. И чтобы ничего не снимать, может сделаю что-нибудь такое весёленькое. Так, мы запустились. Глушителя на эту пушку нету. Пятикратник есть. Хотя, если честно, что мне не очень нравится. Луж какая-то она дура огромная. Это да. На пол экрана. У меня как-то было то, что вот из-за пулемёта одного, из-за его иконки в руках, как я её держу, я не заметил чувака, и этот чувак меня убил. Да. О, чувак, здорово. Посмотрим, конечно. Пушка, в принципе, ваншотит. Хотя я встретил тут парочку чуваков, которые были в Титане под стеночкой. Скажу вам честно, их убивать было проблематично. Причём одного чувака, который под стеночкой был, он бомбил на то, что я ЦЗ-шку использую как пистолет. Бомбил на то, что у меня есть не болт. Да, сам-то. Это лон скилла. В Титане и под стеночкой. Просто нет слов. Ну ладно, чё-то я отвлёкся. Скажу вам честно, пушка хоть в Crazy Curse интересная, но на РМ-то из-за того, что существуют Титаны, я бы её не стал брать. Я бы лучше взял болт. Можно было бы тогда чувака повалить на жопу и посмотреть, что из этого получится. Хотя, если так говорить, ствол интересненький, но себе я его крутить не буду по нескольким причинам. Первая причина – отсутствие кредитов. Да и, в принципе, эта пушка мне не особо-то нужна. Да, именно так. Поэтому давайте попробуем чё-нибудь с неё замутить. Так. Там враги резнулись. Перетяг. Пробуем делать перетяг. Так, тут кто-то был. Кто-то там был. Ложусь сейчас. Так, 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 так. Ладно. Чувак, предположим, ты действительно меня там заметил. Ладно. Он уничтожил всех наших бойцов. Да. К сожалению, у нас второй блин тоже комом. Ну ладно. Сейчас надо собраться. Главное, как это. Ребят, главное правило игры в Warface. Если играете командой. Не разбегаться, как стадо ежей. Во как. Можно сказать, будет сделать сборник советов от Остапа. Так, ну что. Ладно. Давайте посмотрим, так, где чуваки тут имеются. Так. Здравствуй. Конечно, скажу вам честно, мне пришлось сделать небольшую настройку с этой пушки, чтобы стрелять с нее как с болта. Ну, мне пришлось поставить на правую кнопку мыши то, что прицеливаюсь только когда ее удерживаю. Скажу вам честно, конечно, с этой пушки стало играть поудобнее. Так, из прицела она теперь выходит побыстрее. Так, что-то не хочет запрыгивать. Но им в итоге получилось то, что очень даже, в принципе, неплохо. А до этого как-то я с ней отыграл, когда надо было на кнопку нажимать выход из прицела. Как-то меня это не очень устроило. А в режиме болтовки она очень даже неплоха. Да и наводится она, в принципе, наводится неплохо. Но массивная дура. Одним словом, кобыла. Да. Так, посмотрим. Ну что, чуваки, будут там или нет? Ладно. Походу, сзади их уже не будет. Так, чувак, здорово. Конечно, СЗ-шка за снайпера просто спасает. Так, здорово и тебе. Ой, и ты тут. Да, конечно, я сейчас зажал то, что вот не следовало бы сделать. Но все равно очень даже не дурно. Мы идем. Неплохо. Кстати, я сегодня еще пойду на сервер Альфа. Я там с утра выбил золотой дигл. Будет у меня на аккаунте из трех серверов хоть что-то золотое. А то вообще единственное, что мне из золота выпадало, это золотая СЗ-шка. И то на ПТС-сервере. Так, а я-я-яй завалил. Нет. Магистр. Йода. Так, ну, чувак, что ты? Круто. Меня убили, а ты даже не понял откуда. Ты крут. Да. Я в команде, так, единственный, кто в таком плюсе. Семь к трем. Так. Надо написать чуваку, чтобы он это более соображал побыстрее. А то, может, только проснулся. Хотя, ух ты, чуваку в четверо. Ну, ладно. Пока у них один вылетел, надо пользоваться моментом. Играю я сейчас один. Без связи с тиммейтами. Ну, конечно, кое-какая связь есть в виде чата, но... Голосовой связи нет. Так. Давай, медик, медик, медик. Так, стой. Не мельтеши ты его. Вот, отлично попал. Хотя, не стоять же ему стал бы. Так. Тут-то кто-то еще был. Здравствуй. Посмотрим. Конечно, скажу вам честно, я не чувствую себя с этой пушкой комфортно. Конечно, никак с болтом. Вот, конечно, есть такие пушки, с которыми я себя чувствую в зоне комфорта. А это как-то что-то не то. Так, чувак. Остался где-то еще один чувак. Мне просто не нравится то, что у нее нет глушителя. А я привык, как бы, где возможно ставить глушитель на ту же М40, А5. Конечно, на АВМ, даже если поставить глушитель на зимнюю, будет кошмар. На фраге будут уходить по три пули, но это ладно. Поэтому там нужен пламегаситель. Даже с пламегасителем порой по три пули уходит. Ну ладно. Что-то я отвлекся. Скажу вам честно. Я не знаю. У нас в снайперах много чего было. Были автоматические снайперские винтовки полуавтоматические. Тоже есть их до хрена. Они не пользуются особой популярностью. Есть автоматические. Три штуки. Калика, винторезы. Это как его там. СВУАС. Ребят, из крайтека у меня для вас идея. Почему бы вам не сделать снайперку, у которой будет где-нибудь урон 200-250. Может даже 270 единиц. И которые будут стрелять отсечками по 2-3 патрона. Чуваки, там есть вот такая граната. Как-то граната особого результата не дала. Вон там, а вы, значит. Так. Ну что. Во, медик, здорово. Получил. Все, теперь рестаться не смогут. Ау. Так. Не встаю. Немножко я лучше полежу. Полежу, полежу, поведенюсь. Так, все. Теперь. Валим. Надо валить. Перезаряжусь. Да, конечно. Давайте вот такую слепку отправим. Так. Так. Походу, это труп был. Да. Еще раз перезаряжусь. Привычка уже дурная. Перезаряжаться после каждого выстрела. О, держи, хатшот. В принципе, скажу вам честно, фраги в основном тут приходится делать мне. Ну, всякое бывает. Ладно. Так. Пятикратник. Конечно, тут на ней смотрится довольно массивно. Хоть это вроде и не самый большой прицел. Так. В принципе, так, пушка мне нравится. Как с чем-нибудь необычным можно поиграть. Правда, вот... Ой-ей. Да, конечно, к сожалению, тут получилось не очень хорошо. Я слился. Так, чувак, медик, ну что ты делаешь? Дыму кинуть. Ну, твою дивизию. Шо ж ты делаешь-то? О, хорошо, что третий раз меня не резнул. Да, медик. Медику, конечно, нужен дым для того, чтобы резать, а то иначе будет. Аляулю. Ну что, давай, тащи. Не, к сожалению, ты не затащил. Его магистр Йода убил. Раунд начался. Ну, ладно, так, давайте посмотрим. Так. Чё бы такого интересненького тут попробовать замутить. Так, вот, чувак. Здоровая. Ох ты ж, блин, закоцали меня, однако. Немножко. Хотя, немножко слабовато сказанного нашего прирезали. Так, сяду-ка я тут, а. С ЦЗшечкой посмотрю. Посмотрю-ка, что из этого может получиться. Так. Там а есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Я, походу, остался один против троих. Ох, эти чуваки, как же вы удобно стали-то, однако. Остался еще медик. Ай-яй-яй, дым кинул. И я к ним не пойду. А вот такую гранатку, наверное, надо кинуть. Блин. Толку, правда, от этой гранатки никакого. Так. Смотрю труп. Понятненько, с этой стороны сейчас попробуем такое. Здорово, так все, сейчас ложуся. Давай, покажись. Отлично, дал минус. Так. Два-то твою дивизию опять резнул. Так, сейчас. Ну что, посмотрим. Замочил. Пятый. Так. Медик, ты где? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, закосил. Ай-яй-яй. Блин. Было бы минус 6. Из 5. Да уж, конечно. Ну и тиммиты у меня. Ну ладно. Один только в плюсе. Так что, скажу вам честно, потноватенько приходится. Хотя сегодня была еще более потная каточка. У меня там одна. Так. Ну держи. А то еще какой хитрый. Нам надо взять два раунда. Давайте соберемся, затащим. Так, наши чуваки делают фраги. Конечно, с одной стороны я написал то, что ну и тима, чтобы ребятки подумали. А чего это мы вообще берем и сливаемся? Надо собраться и затащить. Надо же их, так сказать, приободрить. Чтобы они просто фух и затащили. Так, 18 на 6, да. В принципе, не дурно. С Crazy Horse, с этой Crazy Кобылой. Так, понятно. Наши там враги присутствуют где-то там. Бомбины установили. Все, финальный раунд. Либо мы победим, либо они нас победят. Третьего варианта не дано. Так. Давайте вот такую минку сюда я прижимакаю. Так. Минка, конечно, уже взорвалась. Ну ладно. Так. Сейчас посмотрим, где вы. О, здорово. Держи, хэт. Да, конечно, каточка была потная. Чуваки, которые против нас, тоже показали серьезную игру. Особенно этот ромбик. Я не знаю, может он что-то юзает. Может нет. Нет. Да. Конечно, отыграл я прилично на стату. Бывает такое. Ладно, ребят. Кстати, скоро заканчиваются эти выходные с Warface. В итоге, я хоть немножко там себе надеюсь на альфа прокачаю персонажа. Ладно, ребят. Буду на этом на сегодня заканчивать. Так что, если вам понравилось данное видео, то вы не ленитесь, поставьте ему лайкосик. Если вы еще не подписаны на мой канал, то я рекомендую вам подписаться. Ссылочка будет в описании. Вступайте в мой паблик ВКонтакте. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.